Александр Григорьевич, скажите, как вообще произошло задержание, что вообще было? Мы получили дежурного ПВД сообщение, что к женщине в деревне Вердия въехал на участок ПТР, сломал несколько деревьев, остановились, она пошла к ним, сделала им замечание, они ее нагрубили, начали угрожать. Мы выехали на место, проезжая по проселочной дороге в сторону деревни Вердия, увидели, какая-то большая техника движется в нашу сторону. Данная техника свернула в лес и начала уезжать от нас по лесным дорогам. Включили приблизковые маячки, громкоговорящие связи, просили несколько раз их остановиться, на что водитель ПТР не реагировал, первый раз в ясном, мы выбежали, подбежали к нему, он все-таки выехал и поехал дальше. Принимаю право останавливаться, принимаю право останавливаться. Первая реакция, мы начали кричать, чтобы прекращали движение, потому что все-таки населенный пункт, деревня была, и данное транспортное средство очень широко было, она только-только вмещалась в дорогу. Мы переживали за то, что могли находиться и автомобили на дороге, они бы легко могли переехать. Ну, то есть, хорошо, что люди немножко адекватные, все-таки подумали, что не стоит дальше какое-то сопротивление оказывать. Там не справился с управлением, мы приняли решение догнать его ногами. Подбежали к ним, крикнули, что выходите, ну, так как у них выехать не получилось. Один вылез через верхний люк, крикнули, что мы сдаемся, второй через нижний люк. Догнали, предложили выйти из машины, после чего люди вышли из машины. Состояние были в нетрезвом виде. Первые минуты они были в шоке, то есть, сначала они, конечно, были согласны, что вот один водитель был, другой пассажир. Это уже потом в процессе, там, кто-то оказался, как будто третий там водитель убежал у них. Ну, конечно, этого не было, но мы там контролировали всю ситуацию. Мы взяли в эвакуатор, загрузили на эвакуатор данное транспортное средство, оказался БТР. Правильно остановились, понятно. У данных граждан, которые вышли из БТР, документов никаких на себе не было, поэтому было принято решение отправить в Киндисепт КВД для восстановления личности. После чего отвезли одного водителя на освидетельствование, где показалось, что водитель в состоянии опьянения. У меня было составлено, где-то было по 12-8-1. Ну, а как часто у вас вообще происходят такие захваты военной техники? Первый раз так. Скажите, ну вот вы ехали по дороге, то есть за БТРом. Как ваша машина прошла и как все-таки вы нагнали такую технику? Ну, благодаря опыту напарника, он опытный водитель, и благодаря нашей служебной технике, тоже опытный опыт, не подвела нас в трудную минуту, прошла, все, как бы, удалось догнать данное транспортное средство. Ну, а не страшно было, что может быть там какие-то диверсанты или еще что-то в таком? Ну, в первую минуту мы думали об этом, что могли и переехать нас, и люди могли быть с оружием, все-таки военная техника. Ну, мы были готовы. Да, удивлены, когда встретили такую технику, все равно, что вы ведь летачи стоят. В данной ситуации, разобравшись уже через год, было установлено, что данное транспортное средство относится к самоходным машинам и имело регистрацию в гостехнадзоре Самарской области. Это по предоставленным документам от собственника данного транспортного средства. Данное транспортное средство подходит к историю ЕД, именно к истории Наркаристы. Как она сюда уезжала, мы это видели. Сюда приехала она как? Ну, по большому счету, Самарская область ничто не запрещает сюда ее доставить железнодорожным транспортным. Естественно, по дорогам общего пользования Самара проследовала такой путь, и не осталось бы не в поле зрения. Скорее всего, есть предположение, что железнодорожным транспортом либо так же на тралик, как она сюда и уехала. По большому счету, гостехнадзор, который идентифицировал номерные агрегаты данного транспортного средства, подтвердил, что свидетельство и паспорт на эту машину не вызывает сомнений в подлинности, поэтому были вынуждены, скажем так, законные требования владельца удовлетворить его. В процессе постоянного для нас это, конечно же, первая такая ситуация, когда такая техника двигается по дорогам общего пользования, но еще с такими приключениями хотелось, чтобы таких слышать не было вообще никогда. Проявили себя как хорошие сотрудники, которые реально могут защитить спокойствие граждан. Скажите, в вашем ГИБДД, в вашем отделении вообще много таких сотрудников, по вашему мнению? По моему мнению, наверное, все-таки все, потому что если бы они были негативные сотрудники, они бы на змеи находились. Как результат деятельности ОГИБДД по Кенгисевскому району, это отметка данного подразделения, одно из лучших подразделений Ленинградской области, и заслужено третье место из 17 подразделений по Ленинградской области. Я считаю, что это высокое достижение для данного подразделения, ну и как результат почетная грамота. Поэтому сотрудники, которые в этой службе достойны уважения, ну и как раз-таки подтверждение тому, что в благодарность осознанная служба и выявляют такие вот правонарушения. Но в данном случае данные сотрудники, естественно, имеют большой стаж службы в органах других дел. Поэтому данная ситуация имела место быть из-за их осознанности и то, что они беспрекословно исполняют свои служебные обязанности, что и привело к результату. На сегодняшний день отработка всех сообщений от граждан является приоритетным. Охрана жизни и здоровья, поэтому отработав эту заявку до конца, ну не посчитались даже с тем, что преследуя пешком, вынуждены были преследовать пешком и настигли, настигли вот этих вот правонарушителей. Поэтому результаты их деятельности, это выявлены правонарушители, которые, скажем так, осознанно нарушали и по всей строгости закона будут привлечены и доведены до логического завершения. Неотвратимость наказания как раз-таки присутствует в данном случае. Субтитры создавал DimaTorzok